Рады, рады. Городев, обещайте, пожалуйста, молитву Аканда Мангалам Карамбетти, что она означает. Городев, Аканда Майя is requesting you, could you explain the prayer Аканда Мангалам Карамбетти. Аканда, what is not khanda, means no break up. Мангал means always have, who give the gift of mercy, mercy coming. Потому что дарует милость, то есть очень благоприятность, милость. Вептитамам means in every pore of the pore, every pore, every place, in every part and parcel of the creation. То есть Махавишна-пор, Аканда Мангалам Карамбетти, вептитам, means in every pore, in every pore, in every place of the world, in every zone, что повсюду, это милость. Аканда Мангалам Карамбетти, вептитам, вептитам, жалачарам, таду падам даршитам. Таду падам, what he makes me, to realize, даршитам means to realize it. как Дашита. Дашита означает реализовать, увидеть. Я не могу с вами глазами видеть твое Божественное, Духовное присутствие повсюду, потому что мои глаза не видят Духовное. Поскольку материальными глазами без Твоей милости это невозможно увидеть. Тасмай-шри-гураве-нама, Мен-сио Гурдев, Ты мне даровал такое видение, возможность видеть повсюду это Духовное, благоприятная милость. В таком смысле. Но это не верит в Духовное. Но что? Это не верит в Духовное. Поэтому не могут не обладать таким видением, как в этой молитве. Когда мы примем предъявление, что доходили, поверим ему, будем следовать ему, тогда такой вид не придет. И вера является наиболее важным. Второе – это надежда. Вера дарует надежду. А надежда дает любовь. Есть материальная любовь. Есть Духовная любовь, Божественная любовь. Есть безкорыстная любовь, а есть обусловленная любовь. То есть безкорыстная любовь, она не обусловлена. Такая любовь приводит к Богу. И можете – это предотвратить любовь, и без урлажен pens. Подтягивайте. Если я не могу, то я получу естествование. Уерите. Немного. Уверемся. Да, да. Это не мы не сможем. Теперь мы не могу. Если я не могу, я не могу. Поэтому, если у меня нет веры, то я безнадежен, то есть у меня нет надежды. Очень далек от Божественной Любви. И очень далек от Бога. Спасибо большое за объяснение, Бородев. Скажите, пожалуйста, в мирских песнях... Что дальше? В мирских песнях видеть пудры, рады, мокна, прожить плохо. Но стараться увидеть, по крайней мере, молиться об этом. И если я буду видеть мирское, то мой ум станет мирским. А если я вижу Сова Иштадева, то мой ум станет чистым. А если я вижу Сова Иштадева, то мой ум станет чистым. И если я вижу, как рада-даси, то он манджари. Это зависит от моего обусловленного или необусловленного видения. Какая у меня практика? Если я буду пытаться выйти за пределы обусловленности. И если я этого не делаю, то означает, я буду оставаться в обусловленном состоянии, я буду страдать и те, кто рядом со мной, также будут страдать. Это зависит от моего сознания. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Раде. Спасибо, Раде. Спасибо, Раде. Спасибо, Раде. Еще вопросы? Рада, Говин, да попробуй. Рада, Раде, Раде. Радароманджи, что буду спрашивать, как ты? Спасибо вашими молитвами. Когда ты приедешь? В сентябре, в середине сентября, практически одновременно с Говиндом Охиневич. Я перевел в середине сентября, а остальное не услышал, извини. Одновременно с Говиндом Охиневич. В同時, с Говиндом Охиневич. Очень хорошо, и Дамодар, правда, здесь тоже будет в это время. 29 августа, 10 августа. Дорогие преданные, есть вопросы? Да-да, у меня есть. Можно? Да-да. Ну, я хотел бы зачитать вот игру, да, можно? Начнем, да, Вела Покусуманджи. Вот у меня по 62-му стику Вела Покусуманджи. Да-да. Да, рада, Тиран, я там себе пихалкой в курсе. Да-да, у меня открытия в 63-м. Это игра, вот где Радхика приходит в дом Нанды Махараджа, да, принимает милость Матушки Ишоды и идет готовить для своего возлюбленного. И наша Тулу Сидеви, да, как Рагунатха, как манджри, он ее видит, что насколько она прекрасная. Вот давайте... Радхика, это, пожалуйста, короткие предложениями. Предложение за предложением. Иначе я не смогу перейти, просто потеряется. This little about how Шримати Радхика comes to the house of Nanda Махараджа. She meets Mother Yashoda and now she is going to the kitchen. She is in the kitchen cooking for Shri Mati Radsha. Да-да. Да, и вот такая молитва, да, то есть поет Рагунатха на берегу Радхакунды, поет, молитва, плачет. Да, и он будет... А что же он видит? Он видит Радхи куда-то, как Радхи. О, Кушали! О, Кушали! Прекрасная дева! Когда же, когда же продолжает, да, вот наша Тулуси, как Тулуси, как Рагунатха молитва. Когда же, когда же я мою твои лотовственные стопы прохладной, ароматной водой? Когда же я увижу, как ты смиренно склоняешься в поклоне перед Матушкой Ишодой и другими старшими гопи в доме Нанда Махараси? And then I will see how you are giving obeisances to the queen of Raja Yashoda and other superiors. И когда же, да, молится наша вот кинкари, да, это, да, мы должны понять, вел лапу Кузьмаджи, букет Стинани, то есть это его сердце, его наизнанку. Когда же я увижу, он продолжает, непревзойденное, великолепное искусство приготовления. Я добавлю, да, она готовит вкусы, вкусы твоей любви. Расавати. And this book is a pitiful prayer of Sri Ravanda and he is here praying, when I will see how you are expertly cooking. And now, Ананда Махараси Махараси is explaining, in his Swarupa Vesha, Shrila Raghunadha has a vision of his devotional service. Да, и когда видение исчезло, он молится, он стинает, поет, молится и плачет, взывает к своей, да, возлюбленной матушке с вами, о, Кушали, о, прекрасная девушка, когда же, когда же я омою твои стопы, и ты войдешь на кухню, ты предложишь поклоны в Аджаишваре и Шоге и другим в Ташу Гопе. And when the vision is vanishes, he prays, Ай, Кушали, о, all species, Го. So, when I will wash your feet with scent and cool water just before you enter the kitchen, and I will see how you are expertly cooking, and how you also, before you are offering your obeisances to Vrajeshwari, Yeshoda and other superiors. Да, и служанки, наши манджери, кинкари, ну, Рада пришла на кухню, да, то есть надо поменять одежду, и наша Тулуси, она видит, и Ананта Датбабаджи это, да, подтверждает, а он видит себя, мы должны ощущать себя, Радхачаран, добавившись в себя, да, что вот, как Дамодара просил, чтобы вжиться, быть этими девочками, и служанки, мы, да, мы все должны это в порыве, вот с любовью, служанки, кинкари меняют одежды, ширафики, на кухонные. Да, и сейчас, Симанжарь, мы, да, Симанжарь, Нужно менять свою штуку на специальную штуку для приготовления. Для кухни. Тулуси-манджари, рук-манджари, ау-гуру-манджари, все они, и мы, мы взяли участие в Дресен-шиматирадика, для посетительной кухни. Он очень ясно, знаете, ясно, для него это была жизнь, реальная. Он там жил. И он содержал это. Ау-гуру-манджари, ау-гуру-манджари, ау-гуру-манджари. Представляете, вот такая, я поставлю маленькую точку, вдуматься вот в этот момент очень тонкий. Да, для Рагунатхи, для сердца, для его души, для его Севы, это игра. Она проходила для него на его, он там жил. Там была его душа. И вдруг неожиданно везде не исчезает. Ну, то есть жизнь отрубили. Для нашего Рагунатха, он не только визион. В этот момент, он совершенно вернулся. В его жизни вернулся. В его жизни вернулся. И в этот момент, визион остановился. И он осознал, что это было только видение. И Рагунатхи упал на берегу Радхакунды, и он жалобно, жалобно платит и молит. По милости Сламене, по милости Сламене, вновь, вновь эта картина предстает перед его глазами. И когда видение предстало, перед ним наяву Лила Смарна, Лила Смарна. Шаг за шагом, пошла в сердце в Умера Гунатхи. И теперь, когда этот учитель появился, он снова в кухне с Сламенем. Он с Смарна, шаг за шагом, очень хорошо развивался, увеличивался. Да, и она обращается к нам, ко всем, о Вайшнавы, здесь, ныне, сейчас присутствующие. Когда чувствительный преданный слышит вот это состояние сердца Рагунатхи, слышит и слушает ее, цитирует ее, искренне, только чувственный преданный, он восхитится. О, как же благословенший Даз Гаслань, Рагунатхи, наша Тулсина. Анандас Бабаджи Махараджи is addressing to the now living Vaishnavas, that devotees, this Vaishnavas who is sensitive, gentle, soft-hearted, they will be amazed, they will be so much appreciate the things and the fortune of Raghunadas. Да, и чувствительный преданный поймет, да, если мы, вы помните, как наш, в Хорватии преданный, да, Гауранга Сундара, Дамодар об этом говорили, очень много. Полностью свободный от телесного сознания Рагунатхи, да, то, о чем, помните, в начале говорил Махараджи вчера. Полностью свободный от телесного сознания. Полностью наш Рагунатха падает, теряет сознание, он падает на берегу рода Хакунды, драгоценного места в Рагунатхи, и он и днем, и ночью получает благословение полностью видеть, полностью видеть, как безгранично расширяется сладость Юга Лакишова. Продолжай, пожалуйста, просто. Просто продолжать, да? Да, продолжай. Продолжение следует... И наш Рагунатха, да, в этой, вот в, как Анан Тадас Бабаджи говорил, между вот этих втрок, между букв, да, вот этой расика, расика эмоций, да, наших Гуру Деви, он молится, молится, достигну ли я когда-нибудь хотелось, как, как... И наш Анастас Бабху Maharaj and our Guru Devi. Between this sentence, between this letter, they are praying. I am... Am I ever will reach this, this goal? What now is Rafa Dias is attaining. Yeah. Бабаджи говорит, это уже прямо от него, да, комментарий, вот, в комментарии, Ананда Бабаджи говорит, достигну я хотя бы когда-нибудь, когда-нибудь, хотя бы капельки океана милости, его, да, нашей Тулуси Деви, Рагунатха Дхадасаду. И Ананда Бабаджи Махарад, в его объяснении, написано, что я никогда не достигнула даже небольшой кусочек счастья нашего Рагунатха Дхадасаду. И здесь Ананда Бабаджи приводит такое слово, Випхава, вот разочаран у меня по слову, мы подошли к вопросику, я сейчас зачитаю абзац, да, и потом спросим Махараджи, да, вот, Випхава, Випхава заставляет, ну, я, как я понимаю, да, Випхава это, да, чистейшая любовь, да, мне интересно мнение Махараджи, и вот он объясняет Ананда Бабаджи, что Випхава заставляет дремлющее желание преданных, Дремлющие, в каждом сердце, в сердцах преданных, которые имеют в виду, Вибхава заставляет дремлющие желания преданности пробудить, пробудиться. Вибхава заставляет депутат, в сердце, в сердце, в сердце, которые имеют подобные вещи, сахридая. Маленький вопрос к Махараджи. Пусть Городей вплится в этой игре. Что это состояние, что заставляет преданность, дремлющие желания преданности пробуждаться в сердцах преданных. Рады, рады. Я понял, сейчас переведу. Пусть Городей. Рады Говинда спрашивает, Ирина Криво, что вы можете объяснить, что это слово Вибхава в этом contextе? Вибхава. 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 Рады Городей. Вибхава. 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 Вибхава is different. Привотис. Yeah. Who have similar feelings, Sakridae. He asking about Vibhava. Vibhava means Báb. Vibhava значит Báb. And Vibhava means more details of the aura feeling in that way, of that mood, feeling in the more extensive feelings, more details of the feelings. Это означает, что это чувство, в нём проявляется всё больше и больше всяких нюансов. То есть это чувство, оно разрастается, расширяется. Давайте, давайте вернёмся на кубки. Денки, Гуру Дэв. Шо, Гуру Дэв, спасибо. Да, Рада Чиран. И здесь я хочу, знаешь, как... Потому что я понимаю, что мы немножко не успеем. Я хотел бы перескочить на описание, вот именно какая Рада. Можно? Ещё раз, что ты хочешь сделать сейчас? Перейти дальше? Ну ладно, давай будем читать. Я читаю по порядку. Рады, рады. А нам тогда с Бабаджи объясняет, да, вот, как понять. Возможно, да, с Госвами, может не пробудить эмоции слушателей до такой степени, как у него. Возможно. Although, perhaps, Шридас Госвами is not able to awaken his listener's emotion to the same extent as he is. То есть, это означает, что слушатель, возможно, что слушатель не может получить такие же переживания, такие же эмоции. Например, сейчас ты рассказываешь, и твои эмоции могут захватить, а могут и не захватить слушателя. Если они не захватят слушателя, то они не смогут понять тебя. They have to come in your emotions to feel it. Им нужно войти в свои эмоции. Тогда это, чтобы тебя понять, тогда это ракопатти. Да, и она тогда с Бабаджи продолжает. Тем не менее, да, с Госвами вот эти, эти истории, эти эмоции, да, даже если мы не квалифицировали их понять, тем не менее, что делает Дас Госвами, да, вот его, его вот эта милость, он поливает семена в сердцах искренних, преданных, чутких. И делает слушателями, сделает рано или поздно достойными таких желаний. Он подобно оплодотворяет эти желания в их сердцах. Читаешь, Радха-Чаран? Радха-Чаран? Что-то в Индии, да? Радха-Чаран, и вас не слышно, микрофон. Или что, выключен у Саду Махараджа микрофон, может поэтому? Ага, наверное. Ну давайте я на русском хотя бы, он потом прочитает на английском, а я еще добавлю, пока мы здесь очень много преданных. То есть он поливает, поливает наши желания, да, которые, ну, наш гуру Дес нам посадил рано или поздно. И чем больше говорит, чем больше и больше преданных слушают и читают слова, тем больше любви к Богу. Да, в этой манджере флорупы оно будет прости. Радха-Чаран, извини, пожалуйста. Тут по техническим причинам я почти ничего не слышал. Кто-то в городах начинает от телефона, то все отключалось. Он сейчас переключил так, чтобы мы могли одновременно параллельно это делать. Поэтому я услышал такое буквально последнее предложение. А у тебя книга же, я читаю, вот два абзаца, два предложения. В английский, ну, возможно, Даса Гаслама не пробудет эмоции, слушайте. Да. И ты по-бомусу прочел это предложение? Да, я почти абзац прочитал. Даса Гаслама, извини, он еще не способен отливать его в сердце в сердце в сердце. Я буду читать с первым словом, что Даса Гаслама не способен отливать его в сердце в сердце в сердце в сердце. He is still able to water the seeds in their hearts, making them fit for such desires to fructify in them. Следующее предложение тоже после этого, да? А, до конца абзаца, понял. The more the devotees hear and read the words of Даса Гаслами, the more seed of their potential prema will fructify and grow. So, this is the effect that the power has on the listeners. Да, да. Да, я последнее предложение повторю. То есть, что же делать? То есть, наш Даса Гаслами, мы должны восхититься, да, понять, вот эти игры, как они влияют, да? Вот эти особые состояния, которые випхавы называются. Даса Гаслами, тем больше преданных слушают подобные темы, игры, да, вот эти эмоции. Радхики и Кришна читают, послушают, и да, Сагаслами, тем больше, тем больше темы и древнейшей любви к Богу растет и приносит рано или поздно. Да. The more the devotees hear and read the words of Даса Гаслами, the more the seeds of their potential prema, they fructify and grow. This is me. What? The devotees, the listeners, need to not just appreciate the feelings of Даса Гаслами, but be complete in his feelings, and be amazing by his feelings. Допала, Дандавад, Дандавад, Допала, Допала, Дандавад. Таково действие, да, говорит Анна Тадас Бабыч, вот таково действие этой випхавы на слушателе, да? Определенного вот этого настроения. This is the effect that we, Baba, has on the listener. Да, и теперь, дорогие Ваишнабы, давайте нарисуем. Анна Тадас Бабыч вводит, как наша Курудеви. Мы идем со спинами, за ним полностью вживает. Служанки, служанки приходят, приводят ракхику в дом, в дом они вводят, Анна Тадас Махараш. И с такой нежностью и любовью омывают лотосные стопы, их любимой ракхики, прохладной, снимая усталость, ароматной водой. Этсорвенцы came and washed Radha's lotus feet with cold water. This is mean they've taken away for tiredness, which is calm due to because she may travel from Yavad to the Nandishvara. Затем у Дэви и мы вместе с ним, да, представляете, стопы ракхарани, стопы ракхарани на руках у этих девочек. Just image, how these girls, they serve in lotus feet, they serve in lotus feet. They serve in lotus feet with lotus feet. They serve in lotus feet, which are nice, and they serve in lotus feet with just two images, how lovely and gently, softly, they serve in lotus feet. They wipe your feet with very tender, like land lotus feet, with soft towels. And then this princess, that dies with rahim, to put down the line in the distance. Понятно, что там, да, я добавлю, они переодели ее, да, там будет просто ниша описания. И наши манджери, они проводят свою принцессу, затем наша принцесса, ну не знаю, как в английском варианте, да, принцесса начинает. Я не знаю, как в английском, в русском версии, в русском версии, в русском версии, но я вижу, что в английском это же. НоMSH daughter, она приходит на RT. И она, как в интернерсер2 и вашихله 그러ى х pop-in, это же она. Женщина была готова, но она говорит, что она упоминает его. И возможность я зап bears от Львы и подп adapt! То есть мама видит это делать. Она описывает эту картину, она восхищена, помните, она молится. baby bread falls caught на ютубке, когда я умываю эти сооружки. Но Рада готовит, мы должны понимать, какая Рада – какая она радостная, она любительная, как includes Rachel at the 색. Она пришла, ее отпустила, она преодолела множество препятствий. И вот она здесь, на кухне. И в этой чудесной кухне, да, манджери, манджери, ну как подружки, здесь слово саки, да, это девочки, да. Но мы понимаем, это манджери, наши учителя там, все саки, манджери, они подают ей в нужный необходим, нужные продукты, инструменты на кухне. И Рая, Рая Шикхара подает ей ги, топленое масло. Рая Шикхара? Рая Шикхара, Рая Шикхара написано, да. Кто такая Рая Шикхара, подает эту тусину? Рая Минс, Радига, Шейхер Минс, Рая Минс. Рада Говинда, мне понятно. Ну я по тексту, знаешь, может быть это... А, понял, понял. All the sakes hand her the ingredients, and Rai Шикхара hands her the goat. Clarify button. And Rai Шикхара hands her the ghi. И матушка Рахини, да, она с такой любовью, с любовью. Вайшнавы, вспомните, вот у каждого у нас была мама. Вот эта любовь, вся любовь. Рахини с такой любовью благословляет Рахнику, как собственную дочь. И говорит, о Рад, ты же моя дочь. Ты так и вкусно, вкуснее всех готовишь. Поэтому делай все, что ты пожелаешь на этой кухне. Она твоя. Вот так и вкусно. Вот так и вкусно. Рахини, Ма. Я просто проявляю, как Рахини, Ма, с такой мать, она благословляет Радика. Матер Рахини тоже благословляет Рада. ask if she is her own daughter. She is telling, oh, daughter of mine, you are very good cook. Cook whatever you like. Да, да, да. И до слова, вот представляете, как Рахиню, она дарит, как она ее любит, называет дочерью, она реально для нее ее доченька. И затем, когда мама выходит, то Рада... А, подождите. И теперь Рахиня говорит Рада как ее девушка, и она чувствует Рада как ее собственная девушка. Да, Рада, слыша слова матушки Рахини, но она ее включает, но твоя, ты прославил ее. И наша Рада, наша славяне, дорогие военные представители, она застенчиво склоняет голову. то это не застенчиво. Это не застенчиво склоняет, а это не застенчиво склоняет. Хилли? Мадрад и спорта. С вами шайли, боусь хилхэйтдаун. И затем наши гурудеви, наши манджри, кинкари, да, мы вместе с ними, они с любовью кинкари одевают, одевают фламени, да, в царе, вот эти предназначенные, ну, знаете, как кухонная, кухонная. Я, да, я в частях, где оно может быть белое, оно может быть розоватое, с этим скантиком бордовым. Здесь будет в этой книге описывание. Ну, ау-манжари, тулуси-манжари, ау-гуру-дели, ау-манжари, ау-парампара. And we are, together then, they are changing the regular dress and arrangements, which is now on С �ב. And also to her, suitable dress, it's maybe some thin and easy dress. White-color-пинкл-cut, dark-red border, something like this. И затем матушка Рахини берет за руку, за локоток, свою любимую доченьку, и она усаживает ее с такой нежностью, нашу шимати, возле плиты, на золотую скамейку, покрытую белой тканью, знаете, такими мягенькими, золотыми гвоздиками. Да, это описывает, да, мы должны понимать, это же, да, это нас Рагунатха, это нас толще вводит в это состояние, войдите, прочувствуйте, дорогие вайшнавы. Она подмечает нашу Тулсу, и она, представляете, как утончается, как Гуру Дэв говорит, утончается вот это чувство, она видит, что в пяти горит кедр, а уоли и дрова. И просто пытались, которые мы делали, утро, Семенчари, с ее чувством, она видит, как ее чувствуем, она видит, как ее чувствует, как она видит. И теперь она видит, как на печке, как написано, что в кастрюле, алоэ, льда. Она видит, как на печке есть в печке. Да, и наша рада садится, она же присела к печке. Стоит такая наша принцесса, красивейшая, и куча девочек, мы с вами, наши курудеевики, они подносят, передают фламенинские продукты, все-таки нужно в этот момент такая суета, океан, с лебедицей белой. Иногда фламенин готовит, 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 готовит рапхи, когда давайте вот этот момент, представить нашу Расхику, насколько она, она, знаете, как, она же думает о нем, сбылось ее, и вся мечта ее жизни, она готовит с любовью, и с вами не проверяет, знаете, заглядывает в одну кастрюльку, может быть, надо убавить огонь, затем она поднимает крышку, чтобы помешать что-то, готовы ли блюдо посмотреть, и она, знаете, как просит кинкере, там, Тулуси, дай мне, дай мне вот куркуму. Ага, и как Суна Голубе, с лабора, она поднимает глядя, она, 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 украинский, И она говорит, что в этот момент Радхика, когда она все это делает, представляете, живот, живот нашей славянины, какое он прекрасное, это золотое тело. Руки, плечи, руки, они двигаются, и ее тело сияет, и излучает сладость, сладость любви к Мохану. И то, что Манджари sees в этот момент, она видит очень красивый, 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 красивый. Красная белка двигается, свои руки двигаются, свои руки двигаются, и она всегда двигается. И это ее амбросовое тело, она именяет с амбросовое свет, которое ведет все это空. Это его любовь для его махан. Расавати! Ты так и вкусно готовишь! Я просто перевожу то, что слышу. Давай-давай-давай. И теперь Туласи адресирует его славу. О, Расавати, ты так и специально готовишься. И здесь наша Туласи, я от себя добавлю. Мой личный опыт, мое понимание. Здесь это описывает Рагунатха. Туласи восхищает... Подожди, Туласи называет ее Расавати, потому что она видит, что она готовит вот этими, знаешь, духовными вкусами. Она вкладывает, вкладывает туда разнообразные вот ее, вот эти, знаешь, випхавы, випхавы. And why is... Now I want to add something from me. Why is Tуласи calling she Matiradhika Rasavati? Because she's not just cooking from ingredients, some vegetables, spices, no. She's putting inside of all dishes with your own different moods. Your own different... Випхавы. Випхавы, да. Випхавы. То есть чувство, оно порождает разнообразие идей. А эти идеи рождают разнообразие чувств. Вот так это все расширяется. Затем Туласи. Да, Туласи. Продолжаем, Радочи Рад. Я иду дальше. Представляете, она видит, видит, чем Радхика. Внешне она, да, она как лебедица с этими девочками. Но она же, ну что она, ну, еда едой. Но она, она вкладывает. Она готовит с разными, с множеством любовных настроений. Вот такая, знаете, как... И наша Туласи восхищается. О, Рада! Ты погружаешь и топишь меня в океане. Блаженство! И ты затопляешь, я вижу всю кухню, духовными вкусами любви к мохам. Да. And now, Туласи is amazing. See, by vision, how her swamini cooking from different types of her mood. And she sees how all kitchen is drawn in her different moods of love for her мохам. Да, и наша Туласи, обращаясь к Радхарани, говорит, О, Рада! Это такое духовное наслаждение. А где же наш Кришна? Где же наш Шяма Сундара? В этот момент, когда Радхика готовит, вот в этих да вкусах, для нескольких у него, на первом этаже, да, в доме, на втором этаже, Шяма Сундара закончил омовение. Поднялся наш любимый Радхич, который думает о ней. Он сделал омовение, он пошел в Баджан Кутир, как бы повторять манту вишну, хотя он ее не повторял. И Шяма Сундара теперь сидит, один в Баджан Кутире, и тихо, со сызами на глазах, он повторяет имя Радхики и медитирует на Радха манту. И вот, в этот момент, когда Шяма Сундар Адхика готовит, в экстазии, в экстазии, в экстазии, что его Мохан, его Мохан, его Мохан, он делает? На втором этаже, на следующем этаже, он просто в баджан кутир, и теперь он сидит в Баджан Кутир, И однажды Кришна сказал, «Дружок мой, кто, кто сказал мне это имя Рада?» «Когда я его услышал, говорит Кришна, моё сердце услышав его, успокоилось и охладилось. Сколько сладости в этом для меня, говорит Кришна. «Кришна, когда он сказал его, он спросил ему, «Кришна, tell me, who is first time pronounce this name rather to me?» «When I first time was hearing this name, it was so cooling, so nectar, «Кришна, it was so cooling my heart, my soul. It was so cooling my heart. «И Кришна продолжал, ведь в Кокуле, во Вриндаване много имён, но нет, почему? «Что это за имя? Он восхищался, он изумлялся. Что это за имя? «Ни одно из них не вызывало такой трепет во мне, как эти два слога Рада».» И Кришна продолжает, «Если мой, знаете как, если он облик Радхики войдёт мой, «сам собой проявится в моём сердце, мне кажется, что я нахожусь маленькой лодочкой посреди океана нектара людьми». «Яду на Антана, да, вот это ум настроение последнее передал, «Яду на Антана поёт, молит и плачет». «Поёт и плачет». «Только...» «Анамдас Бабаджи» «Иссадин вон «пэр» «Только тогда мои глаза достигнут счастья, когда я увижу её». Кришна может забыть обо всём, но только не... «Он может забыть всё». «Да». «Кришна может забыть всё, но только не о ней. Мы поклоняемся только этому Кришне». «Да». «Он может забыть всё, но и не о ней». «Анамдас Бабаджи» И мои дорогие мамы и мои братья, пожалуйста, мы проживем только этот Кришна, в такой форме, который полностью обслуживается в Радхе. Он лилови глаза, игривый, наслаждающийся. Он тот, кто принимает любовь, должен принять рабхисти. Любовь. Куда ее делать? Он должен принять на последней капли. Рады, рады. Он не мог избежать его, кроме того, что любит Ширана ему. Давайте вернемся. Я предлагаю здесь много комментариев, чтобы мы успели завершить эту картину. Добрались до сути этой лилы. Помните, мы оставили Кришну в Бхаджан-кутире. Мы помним, он сидит, медитирует в Бхаджан-кутире и повторяет имена радхики. Радхики со слезами. И он медитирует на нее. Да. И исполняет радхи. Теперь Кришна сидит в Бхаджан-кутире. Он медитает на его имя радхи. Он делает это с силой. Он полностью обсуждается. В своем бхаджане, в своем медитации на радхику. Он дошел до такого, до такого, знаете, как... Я хочу ее видеть. Решимость увидеть объект немедленно сейчас же. И он слышит, слышит, знаете, его... Это был глубоко в медитации. Вот этот звон кастрюль нашей слави. Может быть, она где-то крышечку так хлопнула. А они слышат вот это движение на кухне. Вот это приготовление расавати. Приготовление вкусов любовных. И он спускается. Наш Кришна выходит. Отправляется на кухню. И он, в кухне, отстанавливает его, и он слышит, может быть, в этот момент, Шимати Радхика, вверху, 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 и этот звук, вверху, или другого звука, как она готова. И теперь он вниз, чтобы посмотреть на нее. И когда Мохан заглядывает через окошечко, обвитая зелень прекрасная, он видит, как его любимая готова. И наш Кришна восхищается, да, Радхикой. О, какая же радостная моя любимая. И наш Кришна восхищается, да, Радхикой. Ее голова не покрыта в ухо. И теперь Кришна, Он чувствует так сильное. О, моя Рада, она так сладкая. Как она сладкая. И ее голову не подкрытая. Не подкрытая. Ее одежды вот эти, да, они немножко ослабли за движение, знаете, так. То есть она не украшенная, она красивая, она естественная, да. Он видит, он же, знаете как, она же приходит на свидание к любимому, там она, в Кунже она царица. А здесь она, она служанка. Она для него, она его мама. Да, она готовит. Она изумительно красивая. И Кришна просто ошеломлен, восхищен. Ее сладостью, ее красотой. And, what he is, how he sees her, her thin clothes, somewhat losing, because of so much movement. No decoration, no shingar. Her beauty is natural, her own beauty. And, he sees, how she is so affectionately cooking for him, like a mother. She is taking care about his desires, so much, by cooking. And, then, Krishna наблюдает. Он, он изумляется, он, он плывет от любви. Рафика присела на табуреточку, к печечке, приоткрыла, да, вот эту створочку. И, горит огонь. И, ее лицо сияет, да, в ее коже. нежной, от отблески огня, изумительно сияет. Ее щеки украшены, да, от того, что жарко, Рафика у печечки, от огня, у нее появляются испаренные капельки, вот капельки любви. На dizendo, она сидит на маленьком у ремоне, 앞에 cevario за бой. На formulаре потоке он смотрит на новое камень. И Beyна как от огня. Сempититель на табуреточке. Основание замедлены discussing, 露верengус получила в кипятник. entendeu чтобы закрыть мать. И это gdzieś моментется. И, Да, и Кришна увидел эти капельки пота на сияющем, да, в огне, на щеках Радхарани, и эти капельки, они казались жемчужинками, и падая на пол, они разбивались как бриллианты, как жемчуг. Да, и Кришна увидел, ну как она, с какой любовью, Радхика, он же увидел, увидел с какой любовью, с какой нежностью, какая она красивая, прекрасная, и Шьяма наша, даже от этого зрелища, он не мог пошевелить ногой, он застыл на месте, он хотел, знаете, отскочить немножко, может спрятаться, он онемел, представляете, какая реакция, убога, Расо Майсак, наш герой. Кришна, Радхика, Радхика, Радхика. И наш Мохан даже не мог появляться, он застыл на месте и созерцал, наслаждался видением, пил нектар ее красоты, ту, на которой он медитировал. И говорится, что его глаза, представляете, глаза, вот такая Радхика, да, Матхави, такая изумительность, у него глаза расширились от изумления. Расширились глаза. И потом он превратился от этого, очень красивого, этого, picture. Свои глаза превратились от изумительности, изумительности, изумительности. И вдруг Радхика, знаете, помните этот момент, я рассказывал, в Тулосе, она обернулась в Тулосе, дай куркумы, надо было, помните? И она увидела, что служанка что-то заметила, смотрит в окно, с баночкой куркумы, и она теперь, естественно, по взгляду поворачивается и видит в яму нашу Радхика. И в этот момент, когда Шматерега говорит о Тулосе, она увидела, как ее мать Саран Тулосе смотрит что-то в окно, и она также увидела в окно, что ее любимый Шиам. И Радхика, она не могла, от застенчивости, знаете, у нее не было вуали, от застенчивости, она не может набросить вуаль на голову. И поэтому наша свамина знаком, глазами, глазами, безмолвно дает Тулосе знак, чтобы она была вуаль на голову и взглядом упрекает. Я извиняюсь, тут просто разговоры происходят. Что Шимати Радхика глазами дала знать Тулосе? Глазами, чтобы она накинула вуаль на голову? С упреком на нее посмотрел, с упреком. Понял. 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 И в этот момент Шимати Радхика смотрит на face Тулосе и Манджари. И в этот момент, ее глазами просит, пожалуйста, поставьте на мне вуаль. И в то же время, она была немного вуаль. Почему вы не говорите мне? Почему вы не говорите мне, что Шиам смотрит на меня? Почему Тулосе? Сглядом, Радхика, Свамини, говорит наше подружи. Разве ты его раньше не сказал? Ты мне не сказал, что он сказал? Ты заметила его раньше? Спасибо, Радхика. Свамини, говорит наше подружи. Ты видел его и не говорил мне? Почему? Ты видел его раньше, но я не говорил? Нормально перевод идет? Непросто. Очень тяжело переводить, когда кругом, как сказать, разные события происходят. Сглядом, вот диалог, дорогие воины, диалог, Радхика. Она ей сглядом говорит, но ты почему мне сразу не сказала, что он сказал? Сглядом. Да. Я его разъяснил. И вот никто не сказал. И вот здесь он отвечает, рядом, глазами. Нет, Радюка, я его увидел так же, как и ты в то же время. Я его не заметил. И ты, Симанитар, не смотришь Радюка. Нет, Радюка. Нет, Радюка. Да, да. Ты же, Матушка, ты мне попросила, я тебе... Как эта паста... Часни, часни мне готовила. Ну, это так, перемешивала в застройку тоже, на одной спритке. Я делала часни, вообще. Просто посмотрите, как Тулу Симанжари не говорит право. Она говорит право. Она говорит право. Она говорит право. Она заметила Кришна раньше, но не говорит, не открывает Шимата Радюка. Это факт. И тут, знаете, у маленьких сопливников может возникнуть вопрос. Как? Как Тулу Симанжари? Ну, что ее подвигло? Ну, обманывать с вами любимую Радхику? И вот он объясняет, что за мгновение до этого... За мгновение... Сейчас, сейчас. На самом деле, на самом деле, Тулу Сим видела, увидела заранее Кришну. Но наш вот этот ошарашенный... Помните Кришна? Радхика для него... Представляете, какой Кришна? А немевший! Вот с такими глазами, как Джаганат. Там, наверное, глаза. Она увидела. И они, взгляды Кинкари и Ишьямы, они встретили. И некоторые маленькие Манжарисы, которые есть здесь, как я, у нас есть, есть вопросы. Почему Кришна, Тулу Симанджари, он был вовлени? Почему не открыть суть? И то, что случилось, мы должны понимать, что это произошло. И тут написано, что Радхин герой, возлюбленный герой Кришны. И, конечно, он эту девочку, служанку, зная, как она дорожит в Сламе, он попросил ее знаками, слезами на своих глазах, он попросил ее не выдавать, опять посмотреть, секундочку, позволь мне, позволь мне, я такую ее не видел никогда, дай досладиться мне. Умолял Кришна, и, конечно же, она любит Сламе. Она же не знает, что любит его. Сламе, Кришна, by some sign on his face, by the tears in his face, he's telling the two Симанжали, whom he knows so much, how she loves Шимати Радхин, so strongly. She's pitifully requesting her, please, let me, one more moment to look on my Радхина. I never saw beautiful, so sweet my Радхина before. Да, и затем, давайте, давайте, вот, это апогей, апогей вот этого, вот этого Даршина, подходим к нему, знаете, пик, пик эмоций. И затем, Радхика, Радхика переводит взгляд в кинкари, в тулусе, на наш Ян, на мохан, их глаза встретит. И теперь, Шимати Радхика, она движет ее очки от лица своего родственника к Симанжали, в тулусе, 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 в тулусе. Радхика и Кришна встречаются, он ее видит такой, мы должны понимать, да, насколько они, как она радует, как она изумлена его видит. Она говорит. Как счастлива Рада в этом моменте, видеть его, как она испытывает, как она испытывает в этот момент, сильные чувства. Взглядом, взглядом, глазами, видеть, Радхика, говори, миленький, любимый мой, ты что делаешь? Сейчас Мата Радхика придет, она здесь рядом, пожалуйста, уходи. И в ее глазах, Шимати Радхика говорит, о, мой любимый, пожалуйста, что ты делаешь? В любом моменте, Яшуада, о, Рахинима, может прийти и видеть нас вместе. Пожалуйста, идите, не стоите здесь. Глаза, мы должны вот на этих словах немножко сконфлировать, не вы, Вайшнавы, да, вот подчеркните этот момент. Я не раз слышал. Можно еще раз? Пожалуйста, просто интернет сало проглотил. И Кришна спрашивает, спрашивает умоляющими глазами, напоследок ее, да, ну, она говорит, ну, знаете, Радхика, я тебе по-русски расскажу, а ты, да, маленький такой. То есть Радхика, знаешь, Радхика говорит, миленький, мы же тайные, ну, типа, о нас никто не знает, не должен знать, если ты палец, наше тайное любовь. Она просит его, мы увидимся, и Кришна глазами, со слезами на глазах говорит, о, Радхика, о, Радхика, любимый, тогда, когда я, ну, увижу я тебя еще. Услышал Рада вчера? Радхика. 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 Много, 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 да, манджери, да, они как бы свои, но много, много старших женщин, знаете, они ходят, готовят, и Радхика, поэтому они не могут говорить, и Радхика, знаете, как, вот на вопрос Кришны, когда я увижу тебя, когда она, она глазами веками, знаете, как, она опускает веки, говорят, да, мы увидим. Радхика. Sangрcki р希望 вас за даст. Радхика. 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 Радхина. Радхика. Гриста. Радхика. В общем, очень мие деньги. Иgro. Радхика. Радхика. Радх 있기. Ну, криста. Чем ты постоянно оставляешься? И наш Радхин, ее герой любимый, очарован вот этими ответами, этими взглядами, затем бегающими, и он думает, думает сейчас о ней. О, Рада, милый ты, ты так много беспокойств испытываешь, приходя ко мне готовый. И Кришна, Рада, милый, к welcomed author, Кришна, он думает, и милый, он думает, о, милый, о, милый, ты так много, я бы сказал, И Кришна, глядя в лицо, Ее лицо думает, что она разрумила от пылающего огня, стала невероятно привлекательной и любимой моей. Кришна sees her face so much attractive, Блумя, With that face which is light from the fire coming on your face. She's become a little bit red because of heat, and some perspiration, drops of perspiration. And she's blissful by looking at him. And he sees this brother's face so much blooming, so much attractive to him. And he sees how our Manjari, our Guru Devi, they slowly подходят к вам и обтирают ей лицо, вот капельки пот, встряхивают, вытирают. And he sees how our Manjari, our Guru Devi, coming to Shimati Radhika and this soft towel, they wipe her face, taking out these drops of perspiration. And this moment, these two young couple, Yuga La Kishora looks at each other, they completely fall in love with each other. And he asks for us to celebrate, to imagine, how sweet of the Vaisnav is, how sweet of the Vaisnav is! And he is so sweet! 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 Being out of being out of music is çalış años, here is something similar to what happens... And your lover is like the fact there is blends, and it'sseat. I feel great there. I regret it! We will try again and you can enjoy it. Как сладость над взглядами. Как же сладость над взглядами. Рахимат и Кух. И сейчас Анандас Бабаджи Махара, как сладость над взглядами. Как сладость над взглядами. Возьмите на одинаково в этот момент в кухне. Этот обмен взглядами, вот это состояние, мы должны понимать, в этой молитве, что она видит, что вот этот обмен взглядами, оно наполняет кухню, старым любви, трансцендентом, делает ее настоящей расовать. Рахимат... Я говорила, что мне надо estudать, что вы должны послали. Рахимат, скрыван, скры:] Гриста... Ну, ну, вот здесь, а где-то я Л mathимат. Слушай... Машину Городого гостя. Машину Городого гостя. Машину Городого гостя. Машину Городого гостя. И случайно Кришна на другом берегу этого озера, ну как-то неожиданно, случайно, он совершает там утреннее мовение. То есть он видит эту кухню, дальше мы никуда не надо ходить, это все рядышком. Он видит твою вратчику. Эта кухня находится на берегу Павана-Саровары? Да, да, да. Эта кухня находится на банке Павана-Саровары. И это случилось в таком случае, что в тот же момент Кришна также приехала на банке Павана-Саровары. Саровара means lake, Павана-Lake. But on the other side of this lake, other bank. Да, и мама еще, да, на кухне, да, когда оставляет с вами на кухне, на этом, на одном из берегов, да, Павана-Саровары, она дает полную свободу, полнейшую свободу с вами для приготовления пищи. А сама идет на другой берег, где находится Кришна, на другой берег туда и готовит краски, одежды для Кришны. Он же делает омоление. Я прослушал, кто? Мама Ишотта? Мама Ишотта, да, да, да. Таким образом, мама Ишотта, да, мама Ишотта, да, 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 да. Она готовит одежды, краски, ну что, когда Кришна выйдет, омоление, да, да, с озера, чтобы его переодеть, украсть. То есть и Рабхика это может наблюдать. Вот когда наше сваменье, на летней и летней кухне, она находит, у нее одевают девочки, когда украшают розовое, нежно-розовое шелковое саре, обрамленная темной бордовой такой каемочкой и расшитая жемчужной каймой, жемчужинки, наверное, еще. Да, и наша Рабхика, знаете, как бы, она готовит на этом берегу, да, а не на том. Я готовлю нашей сваменье, Рабхике. Ей так хочется, так хочется посмотреть и восхититься его красотой. Да, ее любимый, как ее украшает мама. Как он свободно играет с друзьями, лечится, рябится в воде. Но она боится и стесняется. Шимати Радика хочет увидеть, как она любит, как он играет с его друзьями в воде. Но она уменьшает и боится, чтобы это делать. Да, ну, эти моменты, да, и она как бы стесняется. Очень много, да, то есть в доме, представляете, на кухне-то она как бы с одними манджерами, да, и там старшие иногда заходят, да, в гопи. А здесь, ну, все друзья, мужчины, женщины, и она готовит, знаете, в летней кухне. А, это другая? Да, 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 это параллельная такая, значит, аналогия. Арнандо Добачи, правда? А, я понял. Мы начали, мы слили в кухне, в Нандараба Пелес. Но сейчас мы, на банке Каванал Лег, где есть еще кухня, для сомер-мар-класса. И в кухне, в Нандараба Пелес, в кухне, она в кухне, она в Манджарис. И иногда, когда-то сеньор-класса-класса-класса, но на банке Пелес, так много людей, так много сеньор-класса-класса. Что же она встает и встает, чтобы посмотреть на Кришну? Да, и она, конечно же, Радхика, она как бы, ну, много людей. Она стесняется, она боится, поскольку много пастушков, друзей Кришны, Мамайшода рядом все. Но так или иначе, вот, представляете, такой, да, гвал такой, раннее утро, вот как на Ганге в Индии, да, то есть вся деревня выходит на Омавене или на озеро. Ну, то есть, а тут семья Ананты Махараджи, да. Но, тем не менее, Ананты, да, с бабы же нашу, да, провозглашают, вот встречаются. Так или иначе, Юга Лупишори, даже в таких, ну, как бы, в трудных, много, да, персонажей удается обменяться с друг другом. Вот теми самыми взглядами, помните, разговор вот этот, миленький, он ее умоляет взглядами, ну, когда, когда мы увидимся. Она говорит, сейчас приготовлю, покормим, пойдешь постиг коров, я буду дома, я пойду с цветочками, мы увидимся. Even in this situation where so many seniors can be around and she's so much shy and fear, even in this situation, anyway, they're exchanging by glances and Krishna again praying to her, please, Radha, then I will see you and she's giving some agreement, yes, yes, we will see each other soon. И нашим возлюбленным Югал Акишору таки удается, так или иначе, удается обменяться вот этим диалогом, взглядами любовными, друг другами договориться, в которых проявлены все их желания. Да, мы практически закончили, рады, рады, спасибо тебе, рады, спасибо тебе большое, очень большое спасибо, очень благодарю тебя. У нас какие условия есть, такие условия есть для перевода. Я как могу... Все нормально, на кухне так и должно быть, да, мы должны привыкать и тут нашу севу твердый, милая. Меня перевели на литий кухню из комнаты города наружу. Рады, рады. Рады, 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 рады. Рады, рады, рады. Рады, рады, рады. Рады, рады, рады. Сидели, вот, читали эту игру, блин, ну, сегодня не вступаем. Удивительно сладостно, вот это настроение. Но я думаю, это какая-то особая, да, вот, как сегодня утверждал, да, Игорь Рудеев, вот это почувствует, вот это слово, то есть, это какое-то особое, особое состояние, да, особенные, вот эти чувственные. Рады, рады. Рады, рады. Конечно. Рады, рады. Рады, рады. Горинда, Горинда. Спасибо. Масхови, как вы? У вас все хорошо? В понедельник будем читать? В девять утра, нормально? Да, да, как вам удобно. Какие у вас платья сегодня красивые, синие, и картины, там, прям в гирляндах, карнавал какой-то, и кадыш, наверное. И это просто другая сторона. С гадами встретились, да? Совакуч. Рады, рады. Все, выходим. Thank you very much. No thank you only, рады, рады. Субтитры сделал DimaTorzok,